Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач, и я на этом канале, как всегда, говорю о бариатрии. Те, кто меня знают, те меня знают, те, кто меня не знают, добро пожаловать на мой канал, на наш канал, потому что он не только мой, он также и ваш. Я тот, кто сделал две бариатрические операции. Почему сделал вторую? Да все, потому что первая сломалась, я уже про это много рассказывал, и не будем. Самый основной дисклеймер, который я хотел бы вам сказать, что самое важное для меня, по крайней мере, это то, что я не врач, и я не имею права давать вам никакие медицинские советы. Это все, что вы слышите в этом видео и других, основанное на моем опыте. Если у вас есть какие-то вопросы или проблемы, я советовал бы вам обратиться к вашему лечащему врачу, поскольку я не могу вам давать никакие медицинские советы. Данное видео пойдет на тему еда на работе для бариатриков. Это жесть! Это, с моей точки зрения, самая основная большая проблема любых бариатриков, да и не только, основные проблемы людей тоже. А все почему? Когда вы кушаете на работе, я уже не говорю про то, что это занимает примерно час вашего времени, это надо куда-то идти, надо ждать, пока вам эту еду приготовят, потом вам надо эту еду съесть, потом вам надо идти обратно в офис и продолжать работать. Вы не сможете это сделать нормально. Объясняю почему. Я сейчас говорю конкретно про бариатриков. Поймите, если вы не знаете, то я вам напомню, или же вы забыли, то я вам подскажу. Наоборот, но это не важно. Любой бариатрик должен принимать пищу примерно 20-30 минут. Да-да-да, вот те вот 150 примерно грамм должны принимать медленно, должны кушать. Теперь, когда вы идете, скажем, с коллективом принимать пищу, что происходит? Вы бесконтрольно начинаете кушать, и вы сможете впихнуть в себя гораздо больше, чем вам надо было. Поэтому не надо это делать. Что же я могу посоветовать вам? Это готовить еду дома и приносить ее на работу. Еще очень важный фактор. Еда, которую вы покупаете, вы не знаете, насколько она свежая, насколько она качество. Я уже не говорю про то, что здоровое питание или нездоровое питание. Каждый решает для себя. Но если вы принимаете пищу наружу, вы вообще не знаете, из чего она сделана. Давайте дам конкретный пример. Я не имею лично ничего против сети Макдональдс. Да, но у них есть салат. Салат такой из зелени с куриной грудинкой. Ну, я не знаю, из чего была сделана эта куриная грудинка, какие к ней были приправы. Или же возьмем любое другое место. Всегда, когда вы заказываете, допустим, тот же самый салат, и сейчас неважно с чем, у вас есть добавки всякие. Вы не знаете, что это за химия. Вы же скажете, Женек, ну там же масло и лимон. Есть в Израиле очень известная сеть ресторанов, та же самая Арома. И у них есть такая приправа, называется лимон с оливковым маслом. Ну, окей, хорошо. Я как-то посмотрел на состав. Там такая коробочка маленькая, одноразовая. Я посмотрел на состав, и мне стало плохо. Там есть небольшая наклейка. Вся эта наклейка писана всякими ешками и прочим всяким бредом. Хорошо ли нам это? Мне хорошо. Появитесь, что же я могу посоветовать для тех, кто должен питаться на работе? Ребята, все на самом деле очень просто. Возьмите еду из дома. Приготовьте еду сами. Тогда вы будете знать точно, что вы кушаете. Не знаете как-то, боитесь, что съедите больше, купите одноразовые контейнеры маленькие. Многоразовые дать, неважно. Не положите в каждый отдел контейнера конкретно одну вашу среднюю трапезу. Чем это хорошо? Первое, вы экономите время, вам не надо никуда идти за едой. Или, ну, можно сказать, Женек, ну мне же еду привозят. То же самое. Это не имеет никакого значения. Вы взяли, подогрели то, что вы приготовили, съели. И не съедите больше. Даже если вы, допустим, не дай бог, впихнете в себя это не за 20-30 минут, а за 5 минут. Тоже плохо, ну хрен с ним. Зато вы не переедите. Поэтому, ребята мои, будьте здоровы и питайтесь только правильной пищей, которую сделали вы. Это не только экономит нам время, а также и деньги. И кроме этого, если вам интересно, можете присоединяться к нашей группе на Телеграм. Есть ссылку для перехода в эту группу, можете найти в описании данного ролика. Всего хорошего, всем здоровья, пока.